Если вы будете любя убеждать общество, вам понадобится 100 лет. Если вы только будете насилием, то как во Франции, во Французской революции или в Российской революции, это миллионы жертв. Мне кажется, что лучше посредине. Насиловать и любить. Насиловать и любить. Насиловать и любить. Если вы просто изнасилуете девушку, она подаст на вас в суд и выиграет их против вас. А если вы будете насиловать и любить, существует ненурывая вероятность, что она выйдет замуж за насильника. Это, конечно, я понимаю, что это маргинальная и опасная тема, но такие прецеденты всегда есть. Девушки выходят с замуж за своих гостей, когда те их любят. Не просто насиловать, а еще и любят. Я понимаю, маргинальная тема, да. Но вот она, вот эта метафора показывает, что если только любить и любя общество, его убеждать, то вам 100 лет. Но, возможно, у вас нет таких 100 лет, как сегодня 100 лет нет в Украине. Ну и нет, так что? Ну нет, потому что, ну как бы ее разделят просто, часть отойдет Россия, часть... Да, разделят так же. Нет, ну вот, постой. Нет, так а вы можете изменить ситуацию? Я могу. Вы можете? Да, потому что я хочу насиловать и любить. Ну вы говорите, но есть вопрос. А вы только любите, и это плохой подход, потому что вам 100 лет надо, а у вас нет этих 100 лет. Да я почему всегда возражаю против слова «нужно»? Потому что «нужно» вы берете на себя функцию «бога». Не «бога», а «пророка», это разные «бога». А теперь я расскажу, почему нужны пророки. Вы говорите, что пророк – это статус не ваш, это статус, который дан народу. Но это не имеет значения, нет, нет, не имеет значения. Пророки выходили и предъявляли определенный пророческий дискурс, и, предъявляя этот дискурс, они уже понимают, что они говорят как пророки. Почему нужны пророки? Потому что пока вы говорите, вот в этом я сомневаюсь, это должно измениться. Ну вот как мой коллега говорит. Это тут я некомпетентный, вот другие говорят, что должно быть риск, а я так не считаю. Вот вы осторожничайте, осторожничайте, подвергайте сомнению. Надо предъявлять картины мира будущего. Пророки только этими заняты, они что-то бормочут малопонятное, но они вообще говорят не современникам, они говорят потомкам. Потомки потом смотрят, так он все объяснял, все говорил, просто современники не способны обладать. Поэтому очень важно говорить пророческие вещи, очень важно говорить должные, нужно сделать вот именно так, предъявлять проекты, предъявлять конкретные видения, предъявлять кокеттуальные системы будущего. Это очень важно. Нужное решение. Вот и решение тоже предъявлять нужно. Потому что именно это дает смысл, это дает шанс движения. А если вы говорите, что давайте сто лет будем убеждать наших олигархов стать не плодоядными, а травоядными. Охренеть! Вот это сто лет я буду их убеждать. Ну как бы, ну бессмысленно, следующую часть имеешь. Сергей, давайте, чтобы каждый мог сказать, Артем. Хотел сначала поспорить и теперь хочу продолжить. Дискуссия получилась уже нормально. У меня в адвокатской практике есть очень интересная теза, которая звучит примерно следующим образом. Многие объявляют меня и моих коллег в том, что мы иногда занимаемся незаконными вещами, противозаконными. Все хотят, чтобы было все законно. Но поверьте мне, большую часть того, на чем я специализируюсь и мои коллеги, это, как правило, внезаконные вещи. То есть закон их часто даже не видит, как отношения или как какие-то события, которые вообще подлежат регулированию. Это первая часть. А вторая, что называется, вот в продолжении решений, хотел поспорить, а теперь поддержу Сергея, выглядит следующим образом. Есть решения для Украины. Они выглядят примерно в том же формате, в котором мы сегодня собрались. Потому что ускользяющие, слабеющие, вымирающие государства в том виде, в котором оно существует, оно никуда не денется из страны. То есть я думаю, это все понятно, что страна Украина, она в том или ином виде, формате границ, все равно будет существовать, и еще никогда не было, чтобы никак не было. Так вот, для того, чтобы это делать сегодня, нужно своим примером и своим вот таким вот форматом готовиться к замещению и к вымещению неэффективного государства эффективными социумами. Пусть они будут маленькие, тут всего-то 100 человек, наверное, соберется. Но если эти 100 человек, переходя на новые платформы общения, предлагая друг другу новые форматы взаимодействия, создавая новую микроэкономику, создавая новые микрополитические процессы, создавая новую меритократию, которая построена по тому, что ты лучше в медицине, а ты лучше в микробиологии, а ты отличный адвокат, а он феноменальный инженер. И над всем этим стоит шикарный философ, который действительно, как пророкс, как братцы, инженер без фундаментального образования в гуманитарной сфере, будет создавать ядерные бомбы. А гуманитарные без инженерного образования будут молоть чепуху, его никто не будет слушать. И здесь я соглашусь про то, что надо резать. Когда болит, надо не гомеопатией, а надо и надо резать, особенно если конгрена. В Украине уже даже постконгрен, у нас уже отвалились целые институциональные явления, слава богу. И регионы. И регионы. Но вместо них мы получили людей с профессиональной протестной деформацией. То есть они как профессиональные протестанты, в плохом смысле, как и профессиональные протестующие, поняли, как избежать следующих протестов, чтобы не было там 3-4 Майдана революции. Потому что они понимают физику и биохимию, протестных процессов. Они заплатили власть, сделали все для того, чтобы нам погремушками туда рассказывать, как они все реформируют и преобразовывают. При этом идет тотальная аннигиляция всего, что осталось в Украине. Поэтому решение очень простое. Надо укреплять... Я тоже хочу сказать два слова. Да. Потому что это принципиально важно. Если вы предлагаете решение, то это обыкновенный интеллектуальный процесс, такая игра в решения. Я предложу лучшее решение, он предложит еще лучшее. Это без толку. Если вы предлагаете, создаете людей, которые готовы такие решения делать, это очень важный процесс. В конце концов, Великая Французская Революция началась с кружков. Но там были люди. Поэтому, если вы говорите о подготовке людей, вы совершенно правы. Сезону Макрону... Решения никому не нужны, если нет таких интеллектуальных решений сотни. Александр Ильич, короткая представочка. Макрон, звезда сезона, полгода назад создал движение и уже президент Центр. Так решение, он сказал, а не просто решение. А, ну так это было решение, создать движение. Нет, создать движение, а не сказать, как вы сейчас делаете, как вы сейчас делаете. Не надо, так сказать... Спасибо. Суммирую кратко. Решение, проекты, идеи, без людей и команд ничего не значит. Вот он. Да, я хочу передать слово нашим коллегам.